Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим понятие алгебраических дополнений, которые будем использовать при нахождении детерминанта и обратной матрицы. Допустим, нам задана такая вот исходная матрица А. Для нее вычисляем алгебраические дополнения. Допустим, А1.1. Как мы находим А1.1? Это получается, мы вычеркиваем, то есть это элемент А1.1, вычеркиваем первую строку и первый столбец. И то, что останется, это у нас будет минор второго порядка и умноженное на знак. То есть получается, вот это алгебраическое дополнение, оно состоит из формулы. То есть указываем индексы А и ЖТ равно минус 1 в степени А плюс G и умноженное на минор. М, А и ЖТ. М, А и ЖТ – это то, что у вас здесь будет, определитель второго порядка. То есть получается А1.1. Здесь нижние индексы 1.1, минус 1 во второй степени. Это будет плюс. И умножается то, что останется. Матрица 3.3 и 7.1. Вот это определитель. Далее, как мы находим следующий кофактор, то есть это получается алгебраическое дополнение 1.2. Что мы делаем? Убираем первую строку и вычеркиваем второй столбец. То есть остается у нас что? У нас остается элемент 4.2 и 7.3. Это у нас минор, да? Но знак минус. Почему? Потому что вот этот индекс 1 плюс 2 – это будет нечетное число. Минус 1 в нечетной степени – это будет минус. Тогда минус и определитель второго порядка. Аналогично. Давайте посмотрим А2, А3. То есть А2, А3 – это вторая строка и третий столбец. Это вторая строка и третий столбец. Да? Вот убрали. И то, что останется у нас – это 2 на 4 и 2, 1. 2, 1 вот этот. Вот 2 на 4 и 2, 1 осталось. И знак смотрим. 2 плюс 3 – это нечетное число. Минус 1 в нечетной степени – это будет минус 1. Поэтому знак здесь будет минус 1. По определению дальше вычисляем все вот эти определители второго порядка. Соответственно, да? То есть что делаем? Умножаем, да? Здесь получается у нас сколько получится? 9 минус 7 – это будет 2, да? Двойка. Здесь получается 12, да? 12 минус 14. Это будет минус 2. Со знаком минус – это будет 2. И так далее. Здесь 4 минус 6, да? Минус 2. Здесь получается 6 минус 2 – это 4, да? И таким образом дальше продолжаем. Продолжаем. То есть мы нашли все алгемерические дополнения заданной матрицы. Теперь как это будет использоваться? Каким образом мы это будем все использовать? Во-первых, это мы можем использовать для вычисления определителей. То есть у нас есть матрица 3 на 3, да? Квадратная матрица. И ее определитель мы можем как? Разложить ее, допустим, по первой строке, да? По первой строке и использовать вот эту формулу. То есть первый элемент умножаем что? На алгебраическое дополнение 1, 1. А, 1, 1. Второй элемент умножаем, соответственно, на второй, да? А, 1, 2. Алгебраическое дополнение. А, 1, 3 умножаем, соответственно, на А, 1, 3, да? Видя алгебраического дополнения. Или, соответственно, мы можем разложить по второму столбцу, да? Здесь без разницы. То есть по второму столбцу, тогда получается, вы что делаете? А, 1, 2, соответственно, умножаете на А, 1, 2, да? В виде алгебраического дополнения и так далее. То есть А, 3, 2 умножаете, соответственно, на А, 3, 2. Давайте, используя эту формулу, мы найдем детерминат от заданной матрицы. То есть мы можем что сделать? Разложить ее, разложить ее по первой строке, да? По первой строке, которая у нас есть. То есть, используя первую формулу, вот здесь, да? Вот первую формулу, то есть А, 1, А, 1. То есть получается А, 1, вот это, умножаем на вот это значение. Это получается у нас 4, да? Следующий 4 умножаем на 2. Это получается у нас плюс 8. Дальше 1 умножаем на минус 2. И получается минус 2. А, сори, здесь получается у нас знак же есть. А, нет, знак нормально, да? 12, да. Нормально все, так. И теперь все это вычисляем. Итог. Получается 8 минус 2, это 6. Итого у нас получается 10. То есть детерминат вот этой матрицы, детерминат матрицы А у нас равно 10. Давайте протестируем теперь по столбцу, да? По произвольному столбцу. Возьмем, допустим, третий столбец и попробуем ее разложить по третьему столбцу и найти, соответственно, детерминат. То есть второй вариант, да? Детерминат. Тогда что мы делаем? Берем, да, детерминат от А равен… Мы берем, что элемент 1,3, да? Элемент 1,3. Единицу умножаем на 1,3. Это будет у нас минус 2. Дальше 7 умножаем на 2,3. 7 умножаем на 2,3. Это будет у вас 42, да? Плюс 42. Плюс 42. И 3 умножаем на А3,3. Это будет минус 10. Значит, 3 на минус 10 – это будет минус 30, да? Минус 30. Значит, получается 42 минус 30 – это 12. 12 минус 2 – это будет 10. Вот мы показали использование в двух вариациях разложение через строку и разложение через столбец, да? Третий столбец. Вот. Так, мы показали использование формулой, то есть вычисление определителя для третьего порядка. Спасибо за внимание. Продолжение следует...